Алексей Калмогоров. Отма. Спасение Романовых. Мне бы броситься в ваши леса Убежать от судьбы колеса. Батюрин. Дерева. Меж юных жен, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне. Михаил Лермонтов. Сон. Часть первая. Нина. Первое мая 1937 года. Москва. Лубянка. Опять она приходила. Нина. Надо бы ее спасти, подумал Кривошейн. В водовороте знаменный песен ей не выплыть. Он видел фигурку Нины с высоты светлую и тонкую, как щепочку в волнах. Мимо нее катил поток, вспениваясь красными флагами и пионерскими галстуками. Принято решение вас расстрелять, сказал подследственный Медведкин за спиной следователя Кривошейна. Так прямо Яков Михайлович и бросил в лицо царю. Что-то ты врешь опять. Юровский как-то по-другому сформулировал, сказал Кривошейн, глядя, как Нина пережидает поток на тротуаре непричастная. Буржуй целился ножом и вилкой разделить шар земной и сожрать, но медлил с недоумением на большом лице и сонно покачивался над головами несущих его работниц фабрики Трехгорная Мануфактура. Демонстрация на Красной площади закончилась час назад, но знамена все еще плыли через Лубянку алыми парусами. В управлении знали, что после первомайской демонстрации или парада 7 ноября капитан Кривошейн обязательно являлся на службу и проводил допросы. «Эй, я вот точную формулировку не помню, гражданин следователь», сказал Медведкин. «Ладно, дальше». «Ну вот». Тут начались женские крики, а царь забормотал. «Господи боже мой, господи боже мой!» «Что это такое?» Нина дождалась и шагнула в разрыв между колоннами. Ее светло-серый плащ замаячил на другой стороне площади. «А вот что такое», сказал товарищ Юровский и вынул из кобуры маузер. «Тут доктор Боткин еще успел спросить, так нас никуда не повезут, а я уже спускал курок Браунинга и садил первую пулю в царя». Кривошейн все смотрел, смотрел и не видел больше светлого плаща. «А если она уйдет и больше ее не будет, ведь может так случиться?» «Что угодно может случиться». «Нет, нельзя. Невозможно». Кривошейн отвернулся от окна и сказал Медведкину. «А товарищ Юровский утверждает, что это он первый выстрелил в Николая. «При всем уважении к Якову Михайловичу, настоящему большевику и моему боевому товарищу, ну-ну», осадил подследственного Кривошейн. «То есть в прошлом мы же вместе, при всем уважении. Первым выстрелил я. Я первый сразил тирана и врага трудового народа. А Яков Михайлович просто не точно помнит. Там же такое началось. Стрельба из всех стволов, слева и справа. На моем пятом выстреле Николай упал на спину. Подследственный Медведкин оживился. Женские визги, стоны. Вижу, упал доктор Боткин у стены и лакей с поваром. Женщина кинулась к двери и тут же упала. Ничего не видно из-за дыма. Юровский кричит, стой, прекратите огонь. Тут смотрим, дочери, царевны еще живы. Стали достреливать, но ничего не выходило. Тогда Ермаков пустил в ход штык. И это не помогло, пришлось пристрелить в голову. А почему пули и штык не брали дочерей Александру Федоровну, это мы уже потом, только в лесу, выяснили. Медведкин перевел дух. Сдулся. Трубы с литаврами рвались из репродукторов и сталкивались над площадью с собственным эхом. Кривошейн закрыл окно. Все равно свежести не прибавлялось. Сквозняк только всполошил запахи, слежавшиеся в углах кабинета, пота старой бумаги и почему-то подсолнечного масла. Ну? Кривошейн прошелся за спиной поникшего на своем стуле подследственного. Тишина. Мы все оглохли. Тут в правом углу комнаты зашевелилась подушка. Женский голос радостный такой. «Меня Бог спас! Меня Бог спас!» Поднимается горничная, она прикрылась подушками. Пули отскочили от бриллиантов, которые там были зашиты. Кто-то подошел, доколол ее штыком. «Трехгранным?» «Что? Штык трехгранный был?» «Не помню, но тут еще застонал Алексей. К нему подошел товарищ Юросский и три раза выстрелил из своего маузера. Мы с Ермаковым щупаем пульс у Николая. Он весь изрешечен». Кривошейн подошел и залепил Медведкину пощечину. «Нет, не за Николая. И не потому, что подследственно его чем-то прогневал. Просто, чтобы взбодрить». Кривошейн заметил, что даже совсем свежий арестант, только что от домашних пирожков, получив вдруг по морде, не спрашивал за что. И никаких там «как вы смеете, не имеете права». Он лишь замолкал на секунду, а потом продолжал бубнить свое, будто ничего не случилось. Будто это был просто некий сбой в течение бытия. Так, царапина на граммофонной пластинке. «Ну так что все-таки сказал Юровский Николаю?» Кривошейн, скучающий учитель, вытягивал ответы из нерадивого ученика. И Медведкин исполнял таки роль двоечника. Мямлил, ерзал, сопел и тоскливо таращился себе под ноги. «Вот, вспомнил, Яков Михайлович Юровский и говорит царю примерно так. Николай Александрович, попытки ваших сторонников освободить вас не удались. И вот в тяжелую годину для Советской Республики на вас возложена миссия покончить с домом Романовых». «Опять врешь, скотина», — сказал Кривошейн. По показаниям других участников Юровский сказал просто. «Уралсоветом принято решение вас расстрелять». «Вот как значит. Ну, может быть, мне от того так запомнилось, что момент был такой торжественный, светлый». «Светлый? Вот когда тебя, сука, поставят перед ямой, я посмотрю, какой это будет для тебя момент». Медведкин удивился. «Только они же Романовы, кровопийцы. Триста пять лет грабили рабочего человека, крестьянина, гражданин-следователь. Я же их по решению партии. Я большевик с четырнадцатого года. За что же меня? За что?» Медведкин заплакал. Это с ним периодически случалось с большевиком, прошедшим царскую каторгу, гражданскую войну, коллективизацию и индустриализацию. Он понимал необходимость борьбы с врагами и принимал свою временную роль врага со смирением, вера, что органы разберутся и вернут его в ряды борцов. Но иногда детский протест против несправедливости прорывался. «Я жизнь отдам, гражданин-следователь! Жизнь отдам за советскую власть, за товарища Сталина!» Разумеется, Медведкин попал на Лубянку не за то, что убил царя. Это деяние советской властью не осуждалось. Он обвинялся в троцкизме и контрреволюционной агитации, и шансов выкрутиться у него не было. И к чему тут был такой пристальный интерес следователя к расстрелу Романовых, подследственный не понимал. Но он вообще уже мало что понимал на третьей неделе допросов. Кривошейн рисовал на листе бумаги корону за короной. Куранты били в недалеком Кремле. Первомай все длился, и длилась казнь. Никто больше не шевелился. Княжны, царь, царица, наследник и остальные лежали в крови. Надо было выносить. Стали складывать тела на одеяло и таскать во двор к грузовику. Царя вынесли. Кто выносил? Не помню. Что меня удивляет? Вы мните себя десницей всемирно-исторического отмщения. Этот расстрел считаете величайшим событием в истории. Разве нет? Молчать! И при этом никто из вас ничего не помнит. Ни черта. Даже кто первый выстрелил в царя. Медведкин удрученно шмыгал носом и смотрел в пол. Он совсем потерялся и не понимал, как еще угодить следователю. Нина сидит сейчас в чайной на Кузнецком мосту. Кривошейн хорошо изучил ее привычки. Это недалеко. Он еще может успеть. Впрочем, если она и уйдет, найти ее несложно. И все же Кривошейну хотелось увидеть Нину именно сегодня и заговорить с ней, наконец. Кривошейн скомкал лист бумаги с корявыми коронами и бросил в корзину. Дальше. Ну, мы выносили тела, а кто-то сказал. Конец династии Романовых. И тут раздался жалобный вой в коридоре. Вошел матрос и принес на штыке собачку Анастасии, которая еще дрыгалась. Бросил ее рядом с хозяйкой и говорит. Собакам собачья смерть. Вот это я запомнил. Все это Кривошейн слышал много раз, задавал вопросы автоматически, заранее зная ответы. И все это была ложь, нелепые выдумки, дымовая завеса, за которой все они, участники казни, скрывали то, что произошло на самом деле. Кривошейн думал о Нине. Почему опять Нина? Неужели случайность? Или судьба? Или это знак ему? Знак чего? Бросить все? Остановиться? Или, напротив, идти дальше до конца, потому что подошел уже близко? Он встал. Хватит. Хватит. Конвой. Кривошейн вышел из здания НКВД на Лубянке, пересек трамвайные пути и зашагал вниз по Кузнецкому мосту. Латошницы продавали лимонад и мороженое. От мостовых поднимался жар, долгожданный и еще не раздражающий. Мимо пробежали две девушки в соломенных шляпках и белых носочках. Форма на кривошейне сидит, как влетая. Высокий, крепкий. Но не из тех красавцев-командиров, о ком мечтают комсомолки майским звонким днем. Лет сорок. Лицо стертое, как застиранная гимнастерка. Взгляд обычно мимо, в сторону или под ноги. Будто ему уже не на что и незачем смотреть. Кривошейн остановился перед дверью чайной, подождал чего-то. Знака. Знамение. Если она там, Нина, то все изменится необратимо. А если ее нет? Улица не давала никаких подсказок. Шагали прохожие, тренькли трамваи. Милиционер в белом красиво вертел палочкой и свистел пронзительно. Кривошейн понаблюдал за регулировщиком, может, в мелькании жезла и последовательности свисток и зашифрованное послание. Но нет. Не было знака. Он бы понял. Подождал еще немного и толкнул дверь. Из записок Мичмана Анненкова 30 сентября 1919 года. Начинаю эти записи сегодня, в день, когда окончился наш беспримерный поход, и святое дело спасения государя завершилось столь невероятным и чудесным образом. Я, Леонид Петрович Анненков, мичман императорского военно-морского флота, 1898 года рождения, удостоверяю, что все описанное здесь есть правда, только правда, и ничего, кроме правды. В ночь 16 на 17 июля 1918 года я участвовал в операции по спасению государя-императора и августейшей семьи из большевистского плена в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Операция увенчалась полным успехом. Все описанные ниже действия совершил вместе с тремя товарищами капитаном Бреннером, ротмистром Каракоевым и поручиком Лиховским. Начали мы с ограбления. Задуманная нами операция требовала немалых средств. Нужно было купить оружие, фальшивые документы и иметь солидную сумму на возможный подкуп охраны и большевистских начальников. Кого же ограбить? В 1918 году в России все ограбили всех. Спекулянты грабили народ и буржуев, анархисты буржуев и спекулянтов, большевики расстреливали анархистов, спекулянтов и буржуев с конфискацией. Взвесив все за и против, мы решили ограбить анархистов. «Грабь награбленная» — известный ленинский лозунг. Для этой акции специально приехали из Петрограда в Москву, где банды анархистов особенно расплодились. По слухам, они захватили в городе три десятка особняков и жили своей вольницей, независимой от большевистской власти, то есть грабежом. Одно такое гнездо на улице Мясницкой мы и взяли на замену. Весь первый этаж доходного дома занимал штаб небольшого отряда. Там анархисты и квартировали, и пировали. Туда свозили экспроприированное у буржуев добро. За неделю слежки мы изучили их повадки, добыли план помещения, узнали, где, собственно, хранятся ценности. Когда основной отряд анархистов отправился в налет, а в штабе остался минимум охраны, мы совершили свою экспроприацию. Наша четверка. Сейчас, по прошествии времени, я вижу, насколько ярким воплощением определенного армейского типа был каждый из нас. Вот капитан Бреннер. Мозг и воля группы. В те первые дни абсолютный для меня авторитет, образец офицера. Тогда он казался мне чуть ли не богом войны, настоящего бога войны я повстречаю позже. О нем еще много будет сказано на этих страницах. Бреннер, бывший начальник полковой разведки, обрусевший балтийский немец, но при этом брюнет с орлиным носом, больше похожий на древнего римлянина или грека, или даже перса благородных кровей. По старшинству возраста, 30 лет, и звания, а также по единодушному нашему выбору, он стал нашим командиром. Поручик Лиховский, авиатор, высокий, плечистый, как только он помещался в своем аэроплане, когда летал бомбить германцев. Впрочем, легкий слово все в нем определявшее. Легкий, потому что летун или летун, потому что легкий, улыбчивый, уравновешенный, надежный. А ротмистер Каракоев классический драгун с усами, настоящий кавказский витязь с русским именем Владимир, внебрачный сын осетинского князя и русской гувернантки, храбрец и верный товарищ. Что же мне сказать о себе? Думаю, вы хорошо меня узнаете, если дочитаете эти записки до конца. Хотя, для общего представления. Мне на тот момент только что стукнуло двадцать, роста я высокого, почти как лиховский, но положил бы его за знайку на лопатки играючи, если бы пришло нам в голову бороться. Силой не обижен, крепок и жилист. Ну и стреляю хорошо. С полсотни шагов из карабина Мосина попадаю в гривенник семь раз из десяти, если, конечно, карабин пристрелен. Неплохой я боец, без дураков. Вот все и выболтал. Еще и скромность, как видите, одно из моих несомненных достоинств. «А к кому, собственно, я обращаюсь?» Вряд ли прибегут кому-то мои торопливые строчки, это я хорошо понимаю. И тогда вопрос, зачем пишу? Не знаю. Так уж мне суждено. Так вот, с этими анархистами все прошло, как по писаному. Меня нарядили в матроса, и с пятью гранатами под бушлатом я по улице Мясницкой подошел к дверям их штаба. Это было просто, потому что по тротуару свободно сновали прохожие. В то же время Бреннер, Каракоев и Лиховский как бы случайно подъехали в пролетки. У двери болтался часовой в расхристаном бушлате, которого я сходу застрелил из Маузера. Внутри в разных комнатах пили и спали двенадцать матросов. Каждую комнату по гранате и достреливать кто еще шевелится. К дверце сейфа приладили пару гранат. Купюры разлетелись по всей зале, но бумагу мы не собирали. Забрали из сейфа только докторский саквояж, набитый золотом и камушками. Все дело заняло минуты три. Никто из нас не был ранен, только оглохли на время. Удивительный сброд эти революционеры. И как только им удалось свалить империю. И где, черт возьми, были мы с нашей доблестью, фронтовым опытом и любовью к отечеству. Так я думал, пока мы в пролетке ехали на вокзал. Что ж, первые строки в тетради. Дальше, даль за далью, боль за болью покатится наш путь. А что потом? Когда поставлена будет последняя точка? Не знаю. Кажется, моя жизнь кончена. В двадцать один год. По дворце пусто, бесприютно. Прежде чем усадить себя наконец за стол к чистой тетради, обходил комнаты царевин. Ничего здесь от них не осталось. Ни забыты перчатки, ни оброненной заколки, ни аромата духов. Но ведь были же они здесь. Были. За окнами под садом хризантем уплывают последние запахи лета. Ударил гонг, загомонили стражники. Это властитель проследовал в свою резиденцию. Благодаря его милости я один живу в целом дворце. Один. Ну, довольно. Начинаю по порядку. Вернее, как получится. Начал ведь не с самого начала. К нему еще вернусь. Ну, начинаю уже, начинаю. Пусть не удивляет неизвестного и нежданного читателя этих записок точность и подробность, с какой я описываю события по прошествии времени. В Бога я уже не очень верю, но кому-то там над мирами нужно, чтобы я сохранил в памяти и описал эти события.